Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем с вами рассматривать культуру населения обширного края, столь же загадочного, насколько и большого, под названием Сибирь. И сегодняшнее наше занятие будет посвящено рассмотрению культуры народов, населяющих южную часть Сибири, точнее говоря, так называемое Саяно-Алтайское Нагорье. Это фактически 100% территория, населенная тюркскими народами. Если посмотреть на карту, то это будет достаточно обширная территория, достаточно большой регион, охватывающий Саяно-Алтайское Нагорье и Прибайкалье. То есть вот такой достаточно широкий, обширный регион входит в состав Южной Сибири. Ну, правда, Южная Сибирь может определяться, разумеется, и несколько более обширно, или наоборот, несколько более узко, но в целом примерно вот такую территорию она занимает. Как я уже сказал, территория Южной Сибири – это территория, где сформировалось и до настоящего времени проживает население, которое относится к так называемой алтайской языковой семье. То есть это, даже по названию можно судить, что именно эта территория является основой, собственно, основой формирования и существования, собственно, алтайской языковой семьи. Ну, а если говорить более конкретно по народам, то к числу жителей Саяно-Алтайского Нагоря, к числу жителей Южной Сибири относятся представители двух ветвей алтайской языковой семьи. Это, во-первых, монгольская ветвь, и к ней будут относиться буряты, обитающие на побережье Байкала и справа, и слева его стороны, то есть так называемые при Байкале и за Байкале. И вторая ветвь – это тюркская ветвь алтайской языковой семьи, и к ней будут относиться многочисленные тюркоязычные народы, проживающие, собственно, на Алтайском Нагорье. Алтайское Нагорье издавна привлекало человека. Ну, во-первых, климат достаточно мягкий и благоприятный. Во-вторых, очень удачное сочетание природных условий привлекало сюда людей. Во-первых, собственно, сами алтайские горы не слишком высокие, богатые лесом, то есть многие горы просто покрыты настоящей горной тайгой. Многочисленные реки, многочисленные озера, изобилующие рыбой. Пастбище очень удобные и многочисленные, обширные пастбище. И плюс ко всему, очень важным моментом было то, что на территории Алтая всегда в достатке были так называемые природные полезные ископаемые. И в первую очередь это железная руда и олова. То есть то, что наиболее ценилось, больше, чем золото, больше, чем серебро, ценилось в древности. То, из чего можно было изготавливать бронзу, то, из чего впоследствии можно было изготавливать железо и железные орудия. И это, безусловно, очень важный момент для истории освоения Алтая. Что касается, собственно, тюркоязычного населения, проживающего на Алтае, то оно в настоящее время достаточно многообразно. В частности, на территории Алтая с древних времен обитают предки тувинцев, алтайцев, собственно, хакасов, шорцев, телиутов, карагасов и целый ряд других народов, о которых я чуть позже еще упомяну. При этом нужно иметь в виду, что в древности климат Алтая был несколько иной и способствовал развитию, более интенсивному развитию Алтая по сравнению с другими территориями. То есть здесь было намного теплее, чем это мы можем наблюдать в настоящее время. И вот те сцены охоты или те сцены быта, которые зафиксированы предками тюркских народов на алтайских скалах, они об этом очень явственно свидетельствуют. В частности, на писаницах, так называемых, то есть на скальных изображениях, имеются сцены охоты на лося, сцены охоты на оленя, воинские сцены. И более того, на некоторых писаницах изображены даже верблюды. То есть здесь, так сказать, представлена вся та древняя история, которая существовала, проходила на территории Алтая. Что же касается современного населения Алтая, то, как я уже сказал, оно достаточно многообразно по количеству народов, с одной стороны. Но с другой стороны, это народы все достаточно близко родственны друг к другу. И фактически, если сравнить их с человеческой русской классификацией, это либо родные, либо двоюродные братья. В частности, к таковым относятся алтайцы, которые составляют большую часть населения, тюркоязычного населения Алтая. Это народ, который обитает как в горах центрального Алтая, так и в долинах северного Алтая. Народ, пожалуй, наиболее хорошо приспособившийся к этим природным условиям. Еще один народ, это Карагасы. Карагасы, народ со сложным происхождением, хотя он сейчас считается тюркским, но несколько раньше, очевидно, Карагасы имели и другие корни. То есть, в результате смешения произошел данный народ. Причем, смешение это происходило между тюрками и самодийскими народами. О самодийских народах мы с вами говорили на предыдущем занятии, и я упоминал, что именно Северный Алтай считается прародиной самодийцев. Так вот, Карагасы, которые в настоящее время являются носителями тюркского языка, и которые в настоящее время почти не отличаются от алтайцев и других народов, проживающих на Алтае, собственно. Когда-то, вернее, Карагасы являются остатком вот того древнего самодийского населения, когда-то обитавшего на территории Северного Алтая по соседству с тюркоязычными народами. Еще один крупный народ, проживающий на территории восточного уже Алтая, это тувинцы. Тоже народ такого кочевого и ярко выраженного тюркского хозяйственно-культурного типа. И среди тувинцев существует также достаточно своеобразное разделение. То есть, основная часть тувинцев – это традиционные кочевники, традиционные скотоводы. И небольшая часть тувинцев на самом востоке, в наиболее высоких горных районах, горно-таежных даже, можно сказать, районах, эта часть тувинцев под названием тоджинцы являются оленеводами. Оленеводство, скорее всего, это тоже то самое древнее наследие североалтайского самодийского пласта этнического, о котором я только что упоминал. Так вот, у тувинцев-тоджинцев этот древнейший тип хозяйства, он тоже сохранился и существует до настоящего времени. Об этом тоже чуть позже я упомяну. Но так или иначе, вот эти все многочисленные народы, которые я перечислил на территории Алтая, имеют достаточно много сходного в своих культурных чертах. Об этом можно говорить и в плане традиционных хозяйственных занятий, и в плане духовной культуры, ну и, безусловно, в плане языка. То есть все эти народы, они по языку очень близки друг к другу. И об этом говорит хотя бы то, что до недавнего времени в состав алтайцев включались очень многие народы. То есть те же самые телеуты считались алтайцами, хакасы считались алтайцами, даже шорцы порой тоже назывались алтайцами. То есть вот такое обобщенное название бытовало именно в силу того, что народы эти достаточно близки. Но впоследствии наука определила все-таки разницу между этими народами, и, подчеркивая их близкоростность, все-таки выделила их по отдельности, в составе самостоятельных этнических общностей. Если говорить о том сходном, что имеет место у народов, населяющих Алтайское Нагорье, это в первую очередь, безусловно, традиционные хозяйственные занятия. И среди них наиболее важное место, наиболее значительное место занимает, безусловно, скотоводство. Причем скотоводство, которое распространено на территории Алтая, имеет, опять же, очень древние корни. И включает в себя разведение, безусловно, особой специфической породы домашних лошадей. Подчеркиваю, домашних, поскольку есть на территории Южной Сибири и были, во всяком случае, дикие лошади. И, кроме этого, мелкий рогатый скот. То есть, овцы, в первую очередь, на территории, приближающейся к Памиру, разводили также и яков, но это в гораздо меньших объемах, и некоторых других домашних животных. Лошадь играла для алтайцев и других алтайских народов очень важную роль. То есть, это был и способ передвижения, то есть, транспортное средство. Это был и своеобразный образ жизни. Лошадь была и жертвенным животным. Лошадь служила и источником пищи, и так далее, и так далее. То есть, для алтайских народов лошадь играла важнейшую роль в традиционной культуре. И алтайцы, алтайские тюрки, они являются одними из очень развитых, очень ярко выраженных наездников. То есть, объездка лошади, которая сейчас изображена на экране, для алтайцев была одним из почетных и очень уважаемых и любимых занятий. Помимо разведения лошадей, как я уже говорил, к скотоводству, которое распространено на территории Алтая, можно отнести и разведение оленей. Причем оленеводство, как я уже сказал, распространено здесь только у одной этнической группы. Это у тувинцев-тоджинцев. Тем важнее и тем интереснее для науки вот этот небольшой анклав тотжинского оленеводства, который до настоящего времени сохраняется. Правда, к настоящему моменту размеры этого оленеводства очень сильно сократились. То есть, по разным оценкам, от 500 до 1000 оленей остается сейчас у тувинцев-тоджинцев. И те немногочисленные олени, которые до сих пор существуют, которые выпасаются до сих пор, они скорее играют не хозяйственное значение, а культурное значение. Символизируют некий специфический образ жизни. Поскольку прокормить своих хозяев, разумеется, такое количество оленей просто уже не в состоянии. Но, так или иначе, вот этот любопытный оленеводческий анклав, он, безусловно, заслуживает особого внимания. И если говорить о форме оленеводства, распространенного здесь, то оно будет совершенно иное в сравнении с тем оленеводством, которое мы могли наблюдать, например, на севере Западной Сибири, у тех же ненцев, у тех же энцев и лингоносан. То есть, во-первых, сама форма существования этого оленеводства была совершенно иной. То есть, если на севере распространено так называемое крупнотабунное оленеводство с многочисленным поголовьем в несколько сотен, а то и тысяч голов оленей, то в Туве оленеводство всегда было мелкостадным. И причина этому лежит в том, что на территории таежной зоны, где разводились олени, просто было недостаточно пастбищ для того, чтобы разводить такое большое количество, такое большое поголовье домашнего оленя. Поэтому здесь, на этой территории, оленеводство всегда было мелкотабунным. То есть, это примерно от 20 до 200, может быть, 300 голов на одно хозяйство. То есть, это достаточно немного по меркам оленеводства. И в соответствии с этим небольшим размером стад определялось и хозяйственное значение оленеводства. То есть, олень достаточно редко использовался в пищу, поскольку их было мало. Их берегли в основном для того, чтобы использовать как транспорт. И если присмотреться к вот этому транспортному использованию домашнего оленя, то здесь тоже, мы найдем отличие, на территории Тувы не принято запрягать оленей в нарты, как это происходит на севере. Здесь на оленях ездят верхом. То есть, олень послужил своего рода заменой лошади. Но поскольку олень – существо более слабое и мелкое по сравнению с лошадью, то, соответственно, и езда верхом на олене была сопряжена с определенными особенностями. Например, седло располагалось не на пояснице оленя, а на передних лопатках, для того, чтобы более слабый хребет оленя не испытывал чрезмерных нагрузок, и олень, так сказать, не пострадал. И, кроме этого, олень, помимо верховой езды, использовался и как вьючное животное. То есть, второй олень, которого мы сейчас видим, он как раз исполняет эту функцию. То есть, на него навьючивали сумы, в которых лежала поклажа. И, таким образом, на одном олене передвигаясь, за собой человек ввел потребное ему количество оленей, навьюченных его имуществом. Таким образом, происходило передвижение у тувинцев-тоджинцев. И еще одна характерная особенность вот именно такого мелкотабунного тувинского оленеводства, это то, что олени, домашние олени, они содержались круглый год, во-первых, на подножном корме, во-вторых, значительную часть времени оленевод не следил за своими оленями. Происходило это в тот момент, когда человек должен был охотиться, когда человек должен был рыбачить. То есть, не имея возможности питаться мясом оленей, естественно, тувинцы были вынуждены добывать пропитание другими способами. И в эти моменты не могли следить за стадом. В результате, вот такой полувольный выпас оленей является тоже одной из характерных черт традиционного тувинского оленеводства. То есть, здесь, безусловно, присутствуют очень древние особенности, этнические особенности, которые были унаследованы тувинцами от своих предшественников. И, возможно, подчеркну, возможно, под этими предшественниками мы должны понимать древние самодийские племена, которые обитали на территории Северного Алтая. Ну и поскольку как оленеводство, так и, собственно, скотоводство не могли удовлетворить всех потребностей домашнего хозяйства, всех потребностей хозяйственного цикла вообще народов Алтая, то, безусловно, в дополнение к данному виду хозяйственной деятельности на Алтае всегда выступала рыбная ловля и охота. Если говорить о рыбной ловле, то это, в первую очередь, озерная рыбная ловля с применением крупных лодок, с применением крупных неводов. И это, как правило, промысел коллективный. То есть, в одиночку, естественно, с крупным неводом обойтись было практически невозможно. И поэтому объединялось несколько семей для того, чтобы ловить рыбу такими способами. Ну и поскольку неводной лов предусматривал и позволял выловить большое количество рыбы, то, соответственно, и нужны были и крупные лодки для того, чтобы эту добычу перевозить, и для того, чтобы большое количество людей могли тоже поместиться в процессе рыбной ловли. Помимо этого, на территории Алтая, как я уже сказал, существовала и активно практиковалась охота, и практикуется она и до настоящего времени. Ну, во-первых, это охота, так называемая, мясная, то есть охота на крупных животных, на лося, на дикого оленя, реже на медведя. Ну и плюс ко всему пушная охота. Особенно пушная охота стала активно развиваться после того, как Алтай попал в сферу влияния Российской империи. Поскольку русских купцов очень сильно интересовала именно пушнина, то в какой-то момент у алтайцев отступила на второй план охоты на дикого оленя и лося, и на первое место выдвинулась пушная охота. Это было закономерно, поскольку именно пушнину было выгодно продавать, именно за пушнину русские купцы платили наилучшую цену, наивысшую цену. Помимо основных, основополагающих занятий, под которыми подразумевается, естественно, скотоводство, рыбная ловля и охота, на территории Алтая у народов его населяющих значительную роль играли так называемые домашние ремесла. К домашним ремеслам, к основным домашним ремеслам, можно отнести, например, обработку шерсти домашних животных. То есть это, в первую очередь, обработка войлока. Вообще, обработка войлока – это действительно один из промыслов, который наиболее характерен именно для кочевых народов. И для многих кочевников обработка войлока считается одним из наиболее важных промыслов. То же самое мы можем говорить и о народах Алтая. То есть для того, чтобы обработать шерсть домашних животных, овец в первую очередь, и получить из нее войлок, требовались достаточно серьезные усилия. Во-первых, шерсть очищалась, вымывалась, разминалась, чтобы придать ей мягкость. А затем при помощи специальных полотнищ расстилалась тонким слоем и сворачивалась в рулон. Эти рулоны очень плотно скатывали, очень сильно с применением утяжелителей каких-то прокатывали по земле. И делали это до тех пор, пока шерсть не сваливалась. После этого полотнища разматывали, и шерсть, которая уплотнилась и превратилась сама в своеобразное полотнище, можно было снимать и затем использовать. То есть нельзя сказать, что это был суперпрочный материал, но тем не менее достаточно удобный и достаточно легкий, и самое главное, теплый. Поэтому из войлока изготавливалось достаточно большое количество разнообразных изделий. И в первую очередь, конечно же, войлочные полотнища, вот эти скатанные, служили для того, чтобы изготавливать традиционное жилище, юрту так называемую. Эта юрта имела, как правило, круглую цилиндрическую форму с конической крышей. Отапливалась она по-черному, и внутри находился очаг. В целом, вот эта традиция изготовления юрты, безусловно, является кочевой. И относится она к степному быту. У алтайцев же, которые от кочевого хозяйства практически отказались, и на территории Северного Алтая они вели, скорее, полукочевой или больше оседлый даже образ жизни, для них был характерен еще один способ изготовления традиционного жилища. Это так называемые деревянные юрты. Деревянные юрты, которые служили для того, чтобы в течение зимы не менять покрышки, которые часто у юрт могли обрушиться под снегом. И эти деревянные юрты, они, как и обычные избы, изготавливались традиционным способом, из бревен, точно так же, как и, например, русские избы. В последние годы, поскольку советская власть прикладывала в свое время достаточно значительные усилия для того, чтобы население Алтая отучить, если можно так выразиться, от кочевого образа жизни и привязать их к определенным местам расселения, в последние годы, в последние десятилетия, точнее говоря, среди алтайцев широко распространились и традиционные жилища русского типа. И нередкостью стали вот такие, так называемые, укрупненные поселки. То есть поселки, куда бывших кочевников собирали для того, чтобы повысить их социально-культурное обеспечение, как это называлось. Но, разумеется, что далеко не всегда люди, привыкшие к кочевому или полукочевому образу жизни, далеко не всегда соглашались, либо добровольно шли на подобные блага цивилизации. Правда, в настоящее время такие поселки являются гораздо более часто встречающимися, чем традиционные стойбища, традиционные поселения у народов Северного Алтая. Если говорить о традиционной духовной культуре, социальной и духовной культуре народов Алтая, то здесь, в первую очередь, нужно иметь в виду, что вплоть до настоящего времени алтайцы сохранили достаточно серьезное влияние так называемого родового устройства, родового строя. То есть до сих пор алтайцы помнят свое родовое устройство, свою родовую принадлежность. Другое дело, что родовые главы, старейшины, зайсаны, или, как их называли по-монгольски, найоны, они, разумеется, уже существовать перестали, как класс после Октябрьской революции. Но, тем не менее, собственно, родовое деление по-прежнему сохраняется. При этом род или севок, как его называют на Алтае, обладает и определенными социальными функциями. Ну, во-первых, это функция корректировки заключения браков. То есть каждый севок считался единицей, объединяющей близких родственников. Поэтому браки внутри него были запрещены. То есть это то, что принято называть экзогамией, брачной экзогамией. То есть экзо по-гречески – это направленное вовне. И означает это то, что внутри данной социальной группы браки были запрещены, и невест нужно было искать вовне этой группы, то есть в соседних родах, в соседних севоках. И, как я уже сказал, до сих пор значения этих севоков, правда, конечно, уже сглажены, но, тем не менее, продолжают существовать. Но если говорить о семантике слова «севок», то оно в переводе означает «кость». И вот здесь мы сталкиваемся с одной очень интересной особенностью представления о родстве у тюрков вообще, не только на Алтае, но и вообще везде, где живут представители этой языковой группы. То есть если, например, у русских или у европейских народов признаком родства считается кровь, то у тюрков таким признаком родства считается кость. И если бы мы сказали «мы одной крови», то тюрки сказали бы «мы одной кости». То есть здесь вот некая такая специфическая этническая особенность осознания источника родства, который связывает те или иные народы. Помимо вот таких традиций в социальной культуре, алтайцы до настоящего времени, алтайцы и другие народы Алтая, подчеркну, сохраняют и основные особенности традиционной духовной культуры. Это в первую очередь различные традиционные верования, связанные с природой. И это неудивительно, поскольку именно из природы черпались основные источники существования. И поэтому природа же как раз и осмыслялась в качестве основной подательницы жизни. И поэтому именно природа осмыслялась в духовном плане, как через существование неких потусторонних, сверхъестественных, если можно так выразиться, существ. Поэтому различные духи, по мнению алтайцев, населяли и лес, и воду, и, естественно, горы. Горным духам вообще придавалось особое значение, и особенно духам перевалов. Как правило, на каждом перевале всегда имели место какие-то жертвенные сооружения. И перед тем, как перейти какой-то перевал, обязательно совершалось жертвоприношение. Либо небольшое, там в качестве подарков подносилась пища, небольшие дары в виде монеток, бусинок и так далее. Либо серьезное жертвоприношение с закланием домашнего животного. Это в том случае, если пересечение перевала планировалось в тяжелое, например, в зимнее время и так далее. То есть, вот такие почитания сил природы для алтайцев было характерно и традиционно, и сохраняются во многом до настоящего времени. Особенно, что связано, как я уже сказал, с культом гор и с культом священных деревьев. Еще одна важнейшая деталь традиционной духовной культуры современных алтайцев, как, впрочем, и алтайцев древних, это шаманизм. Шаманизм для алтайцев – это очень важный элемент их культуры в целом и духовной культуры в частности. И нужно сказать, что народы Алтая и считаются, и фактически являются народами, у которых существует один из наиболее развитых типов шаманизма вообще на Земле. И в настоящее время любые исследования шаманской практики, шаманских культов не обходятся без изучения именно алтайских народов, поскольку именно здесь существует эта традиция в наиболее ярком выражении, в наиболее четком и институционализированном виде. То есть, если говорить о традиционном алтайском шаманизме, то можно говорить и о том, что само слово «кам», «шам», оно происходит как раз из тюркского языка. И именно из тюркского языка оно распространилось по большинству народов Сибири и стало известно и в русском языке. Что касается, собственно, алтайских шаманов, то это были специальные люди, которые по народным представлениям имели такую особенность, что они умели общаться с духами. Если обычный человек, совершая жертвоприношение, только лишь дарил духу подарок, но общаться с ним возможности не имел, то шаман непосредственно при помощи своей духовной силы имел возможность по представлениям этих народов с духами общаться. Причем делалось это посредством того, что шаман мог выпустить свою душу, которая удалялась в потусторонний мир, и там именно душа шамана общалась с духами. Если для обычного человека расстаться со своей душой означало верную смерть, верную и быструю смерть, то шаман был таким особым существом, который был способен расставаться с душой, но, разумеется, не навсегда, а вот на определенные промежутки, когда он камлал и общался в процессе этого камлания с духами. То есть в этом заключалась особенность шаманов по сравнению с обычными людьми. Ну а как становились шаманами, это тоже отдельная, можно сказать, статья рассказа, поскольку для того, чтобы стать шаманом, необходимо было родиться человеком, склонным к общению с духами. То есть считалось, что человек приобретал вот эти вот особенности благодаря избранию его духами с момента рождения. Причем долгое время, в некоторых случаях и сейчас, сохранялось заблуждение, что шаманы – это, ну скажем так, выгодная социальная позиция. То есть шаман якобы зарабатывал некие дивиденды, доходы от своей деятельности. Разумеется, это тоже имело место, но хочется подчеркнуть, что практически ни один из действующих шаманов не становился шаманом добровольно. Дело в том, что, как правило, шаман – это не только почет и уважение, это еще и очень тяжкий труд. Поэтому добровольно становиться шаманами было очень-очень мало желающих. Становились же шаманами по принуждению духов. То есть духи начинали беспокоить человека. Они являлись ему во сне, не давали спать, они беспокоили его и днем, и ночью. Они посылали ему видение, они лишали его покоя, они лишали его аппетита и так далее. И пока шаман не соглашался стать слугой духов, пока он не соглашался принять этих духов, которые его беспокоят, то есть пока он не соглашался пройти шаманское посвящение, эти духи продолжали его беспокоить. И только под давлением этих духов шаман принимал это, свою, скажем так, судьбу, соглашался, проходил посвящение, обучался у более опытных старых шаманов и таким образом вступал в свою новую ипостась. Но, разумеется, для того, чтобы вот такие видения посещали человека, человек от рождения должен был обладать определенными психологическими склонностями к данному процессу. То есть здесь как бы все взаимосвязано. Ну и, как я уже сказал, на территории Алтая у алтайских народов шаманизм был очень-очень развит. И считалось, что алтайские шаманы являются одними из наиболее сильных шаманов вообще на территории Сибири. К ним ехали за многие десятки и сотни верст для того, чтобы получить помощь, узнать будущее, избавиться от болезней, пообщаться с духами, принести же это приношение нужным духам, чтобы не допустить ошибки в этом отношении и так далее. Поскольку шаманский культ у алтайцев был очень развит, то это подразумевало не только вот эти внутренние особенности, о которых я рассказал, но и обязательную внешнюю атрибутику. Шаманский алтайский костюм обязательно включал в себя особый халат с многочисленными подвесками. Причем эти подвески во множестве символизировали духов. Шаманский головной убор обязательно должен был присутствовать в виде высокой шапки. Нередко шаманы использовали музыкальные инструменты, с помощью которых они вводили себя в транс. И важнейшим, естественно, шаманским инструментом был шаманский бубен. Шаманский бубен – это была целая вселенная. И я говорю об этом без преувеличения, поскольку сам бубен, он именно символизировал вселенную. Верхняя часть бубна символизировала собой небо, верхний мир так называемый. Центральная часть бубна – это земля, средний мир, и нижняя часть бубна – это подземный мир. То есть фактически бубен символизировал ту карту, по которой путешествовала душа шамана в процессе камлания. И, естественно, шаманский бубен символизировал и тех духов, которые помогали шаману, и которые вели шамана по потустороннему миру и помогали ему общаться с нужными духами. Поэтому очень часто ручка шаманского бубна изображалась в качестве вот такой антропоморфной фигуры. То есть фигуры, которая символизировала именно основного духа помощника шамана. И именно благодаря вот этим духом помощником шаман и был способен совершать те ритуальные действия, те камлания, те путешествия в потусторонний мир, о которых я говорил. Ну и плюс ко всему, бубен являлся еще и транспортным средством шамана. То есть якобы в процессе камлания, в процессе ухода в потусторонний мир, шаман превращал бубен то в лодку, то в живого оленя, то в лошадь, на которых он мог передвигаться по тем бесприютным местам, которые он посещал. То есть шаманский бубен, еще раз повторю, это вселенная и даже больше, чем целая вселенная. Это что касается так называемых тюркских народов, проживающих на территории Алтая. И вторая группа, о которой я упомянул в начале нашего занятия, это так называемые представители монгольской ветви алтайской языковой семьи, которые на территории Саян-Алтайского Нагорья проживают вокруг Байкала. Это буряты. Буряты представляют собой очень близких родственников монголов. И если посмотреть на внешний облик бурят, это тоже будет понятно. То есть это узкие глаза, тонкий нос, слабый третичный волосяной покров. То есть все черты, классические черты монголоидной расы. Ну и не только антропология, естественно, но и культура буряток очень сходна с монголами. И, безусловно, буряты являются одним из монгольских племен, которые в силу исторических причин оказались от остальных монголов просто отрезаны государственной границей и сформировались в особый народ. Если посмотреть, собственно, на изображение бурята на лошади, фотография, которая была сделана в конце XIX века, то есть относительно недавно, то мы можем получить наглядное представление о том, как выглядел монгольский воин в эпоху так называемого татаро-монгольского нашествия. То есть вот практически ничего за многие века не изменилось. То есть те же самые низкорослые, очень выносливые лошадки, те же самые седла, колчаны и лук со стрелами, который был достаточно короткий, чтобы его было удобно использовать всаднику, но тем не менее достаточно жесткий и дальнобойный. То есть вот тот самый классический образ воина-кочевника, о котором Русь, Киевская Русь узнала еще начиная с XII века нашей эры. Ну и безусловно, монголы, которые в настоящее время проживают в Прибайкале и в Забайкале, извиняюсь, буряты, которые проживают в Прибайкале и в Забайкале, они сохранили, во многом сохранили тот древний образ традиционной культуры. То есть это разведение мелкого рогатого скота и лошадей. То есть вот эти два типа скотоводства являются основой для культуры бурят вплоть до настоящего времени. Ну, за исключением небольшой группы агинских бурят, которые усвоили охоту, поскольку переселились достаточно далеко в таежную зону. И там разводить много скота просто оказалось невозможным, поэтому они вынуждены были свою культуру несколько трансформировать. Но это небольшая группа. В целом скотоводство, которое практиковали буряты, оно служило источником для любой хозяйственной деятельности, для любого спектра, аспекта хозяйственной жизни. То есть скот служил и для изготовления пищи, скот служил и для изготовления войлока для юрт, скот служил и в качестве источника материалов для одежды, то есть кожи и так далее, и так далее. И более того, скот служил и для получения молочных продуктов, которые были очень популярны. Ну, во-первых, использовалось молоко в первую очередь кобылье, и в меньшей степени использовалось молоко мелкого рогатого скота. Причем молоко использовалось в самых разнообразных видах. То есть это была и простокваша, это изготовление сыров, очень крепко высушенных, твердых, которые могли храниться долгое время. Но впоследствии стала употребляться и соль для закрепления, скажем так, этих сыров. Ну и апогеем, можно сказать, использования молока для бурят стало изготовление молочной водки. Причем, что любопытно, принцип изготовления молочной водки, а раки так называемый, он примерно тот же самый, что и повсюду в мире. То есть это возгонка и охлаждение, которое дает конденсат, который является, собственно, молочной водкой. То есть вот это тоже один из характерных традиционных промыслов, существующих на основе скотоводства. Плюс ко всему буряты, поселившись в районе Прибайкалья, где достаточно густые леса, в значительной мере освоили и столярное дело. То есть изготовление различной домашней утвари из дерева. Причем из дерева готовилась и посуда, и различные домашние инструменты, и так далее, и так далее. То есть, как ни странно, вот эта жизнь в таких особых условиях породила такое своеобразное сочетание. То есть и кочевой быт, и при этом достаточно серьезные навыки в обработке дерева. Что касается традиционной материальной культуры бурят, то здесь тоже существует сочетание. С одной стороны, у бурят активно используется кочевая войлочная юрта, классическая, классическая юрта монгольского типа. С другой стороны, у бурят существуют и юрты деревянные, такие же, как у алтайцев, о чем я чуть выше говорил. То есть это шести- или восьмиугольные юрты, сложенные из бревен, которые внутри, впрочем, практически полностью повторяют состав обычной юрты, то есть интерьер обычной юрты. То есть открытый очаг, либо позже железная печка, буржуйка так называемая, палати, которые заменили обычные войлочные подстилки. То есть, в принципе, структура осталась та же, но изготовленная просто из дерева, поскольку дерево было достаточно широко распространенным материалом. В отношении социальной и духовной культуры буряты, в принципе, соответствуют той модели, которую я описал для алтайских народов. То есть это родовое деление. До прихода советской власти существовали и наёны, так называемые, то есть родовые, старейшины, вожди, причем наследственные вожди, что является отголоском тех эпох, когда еще Чингисхан правил нонгольскими племенами. И что касается духовной культуры, то здесь также существует и культ камней, культ священных камней, возле которых совершались подношения и даже жертвоприношения. Существует культ священных рощ, который тоже достаточно широко распространен у бурят, и священные рощи до сих пор пользуются огромным почитанием, и до сих пор существует традиция приносить в этих рощах жертвоприношения и повязывать на деревья жертвенные кусочки ткани. То есть это одна из живых традиций. Ну и плюс к этому нужно упомянуть специальные жертвенные или культовые места, то есть места, на которых совершались жертвоприношения, в ходе которых можно было оказать почтение определенным духам, заручиться их поддержкой, заручиться их благоволением и спросить у них удачу. Во-первых, конечно же, для того, чтобы скот не болел. Во-вторых, для того, чтобы люди чувствовали себя нормально, чтобы детей было много и так далее, и так далее. То есть просьбы к духам могли быть самые разнообразные. И в ходе жертвоприношений на этих священных местах естественно основным жертвенным животным являлась лошадь. Ну это естественно, поскольку именно лошадь считалась наиболее дорогим животным, и именно ее и считали необходимым приносить жертву для того, чтобы выказать свое почтение к духам. Но традиционные верования, которые существуют у бурят, они в достаточной мере трансформировались под влиянием такой мировой религии, как буддизм. С территории Памира, еще начиная с 15-16 веков нашей эры, сюда постепенно стали проникать буддийские монахи, буддийские проповедники, которые постепенно внедрили буддизм практически у всех бурят. Правда, буддизм – религия очень мягкая. И вытеснить традиционные верования буддизм так и не смог. Он наложился на традиционные верования, то есть превратившись в своеобразную надстройку. И вот подобные дацаны или буддистские храмы были достаточно широко распространены в Бурятии. Если обратить внимание на их форму, то это фактически та же самая деревянная юрта, в которой жили буряты. То есть обычное жилище, но приспособленное под дацан. Более развитые дацаны тоже имели место в Бурятии, но практически все они были разрушены во время советской власти. На этом, уважаемые друзья, наша тема исчерпана. Мы рассмотрели все народы, входящие в состав Южной Сибири. Я желаю вам всего доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok